Но я не то, что пытаюсь доджить Гура, потому что не факт, что его нельзя показывать, но на всякий случай, блядь, хуй знает. Никогда нельзя быть точно уверенным. Митька, 100 рублей. Почему ты скипаешь банальные сцены убийства с триллеров 16+, утверждают, что мы против насилия, хотя любишь хоррора и любую иную чернуху? Но я против, в том смысле, что я не одобряю, типа, реальные факты насилия. В кино смотреть-то их можно. Показывать на стримах их нельзя. Наверное. Или можно, не знаю. К чему весь этот цирк лицемерия? К тому, что я с канала деньги получаю, хочу, чтобы у меня был канал. Я понимаю, это очень сложно понять, но вот. Попробуй, попробуй как-нибудь сдюж. И главный вопрос, чего ты пытаешься избежать? Чувак, блядь, апокалипсиса, которого предсказывали Майя. На каменном вот этом вот, блядь, кругу, который откопали. Там написано, что всем пизда придет в 2012 году. Я пытаюсь вот этого избежать. Тем, что скипаю стрельбу в обзоре на старикам тут не место. Можешь себе представить. Такая вот хуйня. Спасибо за 100 рублей, но вопрос у тебя просто имбецильный, блядь. Я не знаю. Митик 100 рублей. Ну так любые игры про насилие, будь то Doom, Dead by Daylight, Dead Space, легко. Он проходит цензуру на Твиче. А тут-то что? Так то и игры, а то это не игры. Вот тебе и разница. Просто это выглядит как-то странно. Похуй, какая разница. Ну странно, да. Закон, блядь, уебанский, но это закон. Правило отвечает, а вот закон в рамках Твиче. Блядь, какая разница. Можно налог на уши ввести? Какая разница? Закон, блядь, чувак. Что угодно, какие угодно правила можно сделать. То есть на Твиче, например, если эротика внутри игры, то во. Все заебись. А эротика вне игры, хуйня нельзя. Если эротик, эротический косплей, можно. А просто большое декольте нельзя. На самом деле все равно можно. По факту не банятся. То есть по правилам нельзя. И я это не одобряю. И это плохо. Но Твиче все равно наполнен сиськами, блядь. Сиськами, стриптизмом и прочей вот еботекой. Нахуй. Для натуралов. Ну разве не вся наша жизнь игра? Да, да, это надо админам Твича говорить, когда тебя банят. Я... Но я думал, вся наша жизнь игра. Леватская тема борьбы с эротикой. Нет, леватская тема как раз разрешить эротику. То есть там ничто не обращалось в старое доброе пуританство. Пуританство просто не исчезало никуда. Блядь, ни на секунду не пропадало. Чувак, как бы, если бы пуританство куда-то делалось, по телевизору везде бы, блядь, были сиськи. Их нет, значит, пуританство никуда не исчезло. Твич, он банит за эротику, потому что не хотят иметь репутацию порно-ресурсов. Все. Оттуда же 5-ти... Это очень просто. Витька, 100 рублей. Возможно, стоит позвонить админсоставу, отвечаю, разузнать по поводу конкретных рамок цензуры. Нет, невозможно. Я спрашивал в e-mail'ах и общался лично, голосом. Кстати, говорит-то, помимо запрещенных слов и призывов к нехорошему, не запрещается. Ничего. Например, вербально описывать сцену убийства из книги. Наверное, нет, не запрещается. Иначе получается, что кровавые игры можно, а софткил в фильмах нельзя. Нелогичная дихотомия. Я уже говорил, блядь, как бы, в играх можно хоть хардкор, а вне игр нельзя, блядь, и софт, в принципе, то есть в плане эротики. Ну и играть не трогает совершенно, блядь, вообще забей. Правила не обязаны быть логичными, блядь. Мне другое волнует в правилах, что они расплывчатые очень. Ну да, та же Амаранс, это лайвкэм на порнхабе. Ну, типа, не на порнхабе, на чатурбейт смахивает немного, да. То есть, ну, типа, серьезно. Я специально спрашивал, можно ли критиковать политику твича на твиче. Можно. Что можно, так вот это вот. А насчет того, кстати, что Хесуса забанили. Я посмотрел видос Хесуса, его вроде разбанивают буквально на днях. По-моему, 30-го его разбанить должны, да. Я посмотрел видос Хесуса про его бан. И я, если честно, особо, типа, не в курсе, за что именно его забанили. За какой именно фрагмент его стримов. Но, по-моему, в конце его видео был этот фрагмент приведен, да. То есть, так или иначе, там был приведен фрагмент, за который могли бы забанить. И, как мне кажется, там основной проблемой было не только использование P-слова, как такового, да. Не только и не столько просто использование P-слова во время стрима. Сколько то, что он сказал, что его можно использовать. Что он произнес, он несколько раз и сказал, конечно, можно на твиче. Но твиче за это не банят, все заебись. И вот с этим у твича большие, на самом деле, проблемы. То есть, твиче очень с этим не согласен, в целом. То есть, политика твича такая, что если прозвучало нехорошее слово, обязательно, обязательно скажи, что ты против. Потому что если ты против, ты как партнер твича, значит, ты против, значит, твич против. То есть, если происходит какая-то хуйня, которая не по правилам твича, то твич как минимум должен через тебя таким образом сказать, что мы не одобряем. Но уж в противном случае рекламодателей, блядь, не будет. То есть, как с ютубом хуйня произойдет. Понимаете? Если твич будет позволять своим пользователям говорить что угодно, то есть, ну как, я не знаю, пк2тв нахуй. Любую хуйню абсолютно, то просто денег давать не будут и все. Ютуб может без прибыли. Твич нет. То есть, мы до сих пор не знаем, окупается ютуб или нет. Я не знаю, в курсе вы... В курсе или нет, мы не знаем, имеет ли ютуб вообще доход. Подумайте, погублите. А если в игровом контенте есть плохие слова? Очень вряд ли. Серьезно, на ютубе дофига рекламы же. Но расхода там больше, скорее всего, чем доходы с рекламы. Во-первых, во-вторых, реклама-то там как раз мало. Имя в трех скобках? Да вроде, вроде нормально. Три скобки это как бы хуй с ним, серьезно. Пк2тв, плеера своего нет. У СК2тв был, по-моему, свой плеер. Ну, неважно, гудгейм, блядь, ну, любая вот эта хуйня, которая особо так-то сама по себе без перспектив. То есть, правила твича, они в целом нормальные. Если бы они еще были конкретные, вот было бы совсем заебись. Самый популярный видеохостинг, ютуб, всю работу делают юзеры, реклама каждую минуту при роллах. Да, но содержать всю эту хуйню, это, блядь, очень накладная срань. Каждые две минуты, ебаная реклама казино и прочие хуеты. Так, реклама казино, это то, что, блядь, сами, блядь, ты, чувак. Реклама 1xbeta в видосах Кузьмы, это, блядь, реклама, эту рекламу не ютуб вставляет, блядь, это Кузьма, я тебе открою секрет. Если, если это для тебя загадкой было до сего момента, блядь. Какие нахуй казино, что-то несешь. Ютуб прибыльный, иначе на какие деньги он смог снять шедевральный ищуту привайд в 2017 году. Миллионы часов бесплатных видео, ну да, то есть содержать просто миллионы, 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 миллиарды часов бесплатного видеоконтента, это, ну, накладно. Я сомневаюсь, что за счет рекламы это как-то окупается. Что содержать, серваки, которые вообще никак не нужно поддерживать, нужно. Ютуб не может себе позволить, чтобы в какой-то момент отказали видосы, это не контач. То есть, ну, контач это русская, русская контора, как, блядь, в которой пользователи привыкли к тому, что, блядь, доступ к серверу с этой фотографией недоступен, идите нахуй, это норма. Потому что это, блядь, Россия, потому что домен, блядь, точка ру, нахуй, домен первой степени точка ру, а не точка ком. Поэтому все в норме. И поэтому контач может себе позволить, что, типа, ты заходишь, у тебя видосы не грузятся, ты, блядь, нажимаешь там, блядь, и так далее. А Ютуб не может себе позволить, чтобы у них внезапно, блядь, ты заходишь на видео и, типа, ой, извините, сервер недоступен. Ой, перегрузился. Уже сто лет, как точка ком. Ну, была точка ру, да, точно, он же пока, как точка ком. Я забыл, блядь, потому что я, типа, он у меня, у меня за кладкой, как бы. Не вбивал адрес, наверное, лет пять. Похуй, какая разница. Это не меняет того факта, что ресурс, блядь, русский. И там, половина, половина пользователей вообще не просто русские, а, блядь, узбеки, нахуй, таджики, которые, в принципе, ну, типа... Заходят такие, видят, блядь, ебать, такие сайты вообще бывают с таким гениальным дизайном. Да, афоризмы житейского, блядь, ВКонтакте. Видосы и стримы очень дерьмово крутят. Да ВКонтакте я вообще не могу видео смотреть. Видите, я просто в США нахожусь, а серваки ВКонтакте, а они, блядь, где-то хуй пойми где, в Москве, нахуй, я не знаю. Поэтому я, типа, я не могу смотреть видео ВКонтакте. То есть, вообще. Особенно короткие. Чем короче видео, тем тяжелее его смотреть. То есть, потому что у них, типа, вообще-то никак не, я не знаю, не оптимизировано. Как это по-другому еще назвать? Вестник 100 рублей. Твиттер позволяет хуесосить спонсоров в комментах к спонсорским твитам. Ну да. Ты, видимо, не понимаешь, какие нормы приличия сейчас в обществе. Хуесосить спонсоров, если ты не сам это делаешь, это нормально. Вот говорить что-то про меньшинство, это плохо и анафема сразу. Не будет у тебя денег в итоге просто и все. Если хочешь деньги, блядь, и в приличном обществе находиться, нормальном, где, собственно, деньги и есть, то надо вот вести себя как подобает. Ну это как, знаешь, этикет раньше был, когда там вилку, ложку держать в правильной руке. Сейчас этого ничего нет, все жрут руками, блядь. Вон, президент США, жрет стейк руками с кетчупом и всем поебать абсолютно. Все равно все за него проголосовали и все заебись. Но зато вместо этого появились новые нормы приличия отдельные. Старые пропали, появились новые. Для того, чтобы причислять себя к какой-то элитке, нужно знать все эти нормы этикета. Раньше нужно было уметь фартук себе подоткнуть, вилку с ложкой правильно держать, сахар с щипчиками как бы себе накладывать и так далее. А сейчас по-другому. Labrig 0101, 100 рублей. YouTube на 2017 год не окупался, хоть и по отчету он вышел в прибыль, но отчет не включал в себя стоимость хранения видео, плюс уход рекламодателей. Надо подписаться. Подпишись на меня, слушай. Подпишись. Образовательно-развлекательный канал Uber Marginal, а ссылка в описании.